В Щелковской школе номер 3 расположены сразу 4 избирательных участка. Проверить, как работают участковые избирательные комиссии, как проходит первый день голосования, приехал временно исполняющий полномочия главы городского округа Щелкова Андрей Булгаков. На участках меры предосторожности для всех одинаковые. На входе в школу обязательное измерение температуры, выдача одноразовых масок, если их нет, и перчаток. Необычно выглядит сама избирательная комиссия, но все ради безопасности. Председатели рассказали и показали Андрею Булгакову, как выполняются санитарные требования. Есть маски, есть перчатки, одноразовые руки седаю. Кабинки обрабатываю каждые 15 минут, делаю нагрузку. Все входящие в помещение для голосования обязательно проходят по многоразовым дезинфицирующим коврикам. На полу разметка. Наблюдатели, их в этот раз гораздо меньше обычного, сидят, соблюдая дистанцию. На всех участках в школе номер 3 удалось обеспечить сквозной проход, чтобы развести потоки людей на вход и выход. В том, что все требования Роспотребнадзора соблюдаются, исполняющий полномочия главы убедился лично. Избиратели уже идут, несмотря на рабочий день. Более 400 человек в городском округе Щелково недавно отметили 18-летие и голосуют впервые. Одна из них – Алена Чистова, выпускница этой школы, кстати. От имени избирательной комиссии Алене вручили сувениры. Пообщался с молодым гражданином страны и Андрей Булгаков. А вы в каких-нибудь молодежных организациях стоите в городе, нет? Раньше я везде участвовала, а так как сейчас ЕГЭ немножко пришлось отложить, и это все. Спасибо, что пришли, поздравляю. Спасибо. Сегодня я голосовала в первый раз. Для меня это было волнительно, потому что это конституция. Мне хотелось поучаствовать в таком историческом событии и внести свою лепту. Это очень важный день для нашей страны, потому что это конституция, от которой зависят не только какие-то обыденные вещи, а наша с вами жизнь. Также Андрей Булгаков пообщался с руководством школы номер три. Осмотрел спортзал, актовый зал, пищеблок, объекты уличной инфраструктуры. Сейчас школа готовится к открытию летнего лагеря. Ожидается, что это произойдет в августе. Обсудили планы ремонта помещений, благоустройства и асфальтирования территории.